Комбинированная терапия Я хочу отметить, что для оптимального результата лечения, на наш взгляд, очень важным является проведение полного цикла неоадивантной терапии, желательно с содержанием цисплатина в ней. Кроме того, адекватное, постоянное динамическое наблюдение во время проведения неоадивантной терапии не только непосредственно химиотерапевта, но и онкоуролога. Наш обычный пациент – это пациент с нарушением уродинамики, которая приводит к прогрессии азотомии, пациенты с кровотечениями, которые приводят к средней и тяжелой тяжести аномии, Декомпенсированные пациенты по сердечно-сосудистой патологии – все это иногда вызывает либо задержки, либо вообще невозможность проведения неоадивантной химиотерапии. Перейду к результатам лечения пациентов в нашей клинике. Мы провели ретроспективный анализ результатов лечения 178 пациентов. При сравнении этих двух групп они не различались по возрасту, по клинической стадии заболевания, по уровню кретинина, по количеству удаленных лимфатических узлов и времени наблюдения на данный момент. Достоверную разницу в патологической стадии Т мы объясняем достаточно большим количеством появившихся полных ответов именно в группе пациентов, получивших неоадивантную химиотерапию. Что касается патологической стадии Н, то есть послеоперационной, здесь, как вы видите, различий у пациентов мы не нашли, и на наш взгляд это говорит о актуальности выполнения расширенной лимфоаденоктомии в обеих группах пациентов. Что касается оценки гистологического ответа, по нашим данным мы получили полный ответ в 28% случаев у пациентов после полного проведения курса невозможной терапии, частичный ответ со снижением стадии Т у 28% пациентов, и 44% пациента, к сожалению, на терапию не ответили. При сравнении общим в обеих группах пациентов, медиана общей выживаемости в клинике составила 57 месяцев, пятилетняя канцероспецифическая выживаемость при этом 61%, и пятилетняя безрецидивная выживаемость 60,9%. При оценке также всех пациентов безрецидивная выживаемость значимо зависела от патологической стадии Т, от наличия лимфоваскулярной инвазии и от наличия метастазов в региональных лимфатических узлах. При сравнении групп между собой мы видим, что пятилетняя общая выживаемость достоверно выше, составила 68,5% по сравнению с пациентами, которые неводевантную терапию не получили. Также при оценке канцероспецифической выживаемости она оказалась достоверно также выше и составила 78,5% по сравнению с 51% у пациентов, которые неводевант не получили. Безрецидивная пятилетняя выживаемость среди этих пациентов выглядит вот так. Как видите, графики расходятся, есть разница 71,2% и 49% при медиане 38%. Однако статистической значимости, к сожалению, мы пока не получили, но графики продолжают расходиться, мы смотрим в динамике на них. Как клинический пример, пациентка, получившая полный курс неводеванта, в настоящий момент имеется полный ответ, безрецидивная выживаемость у нее 49 месяцев и до сих пор ответ сохраняется. Однако не у всех пациентов, к сожалению, результаты такие радужные, даже среди пациентов, у которых мы получили полные ответы, в данном случае пациент с безрецидивной выживаемостью 13 месяцев, полным некрозом опухоли со статусом N0, R0, через 13 месяцев спрогрессировал, у него появились отдаленные метастазы в виде отдаленных лимфатических узлов и очагов в легких. Поэтому, на наш взгляд, перспективами в данное время для улучшения качества лечения таких пациентов является определение молекулярного подтипа опухоли, желательно до операции, раннее выявление наличия геномных мутаций, а также неоадевантные иммунотерапии и комбинации иммунотерапии с химиотерапией и применение препаратов с комбинированным действием также в неоадеванте. Нам хотелось бы, конечно, больше видеть вот таких пациентов. Это пациентка, также получившая неоадевант. Как вы видите, полный ответ в виде полного некроза, достаточно крупной опухоли мочевого пузыря, и, кроме того, некроза достаточно крупного, около 1 см метастаза в тазовом лимфатическом узле. На данный момент безрецидивная выживаемость у нее 18 месяцев, полный ответ, и он сохраняется. Спасибо за внимание.